сегодня 20 июля лето 2022 года и по традиции мы снова пришли в дербышкинский лес собирать иргу который здесь великое множество вот она уже поспела прошлом году мы были 24 в этом году лето тоже жарко и вот они грозди вот она ирга много лет вот куст вот куст вот куст вот но местами она еще конечно только только поспевает там где тень в тени кусты там ягоды еще не поспели а вот на полянках там где много солнца там уже вполне поспела ягода я знаю тут еще есть красная черемуха в прошлом году мы тоже собирали надо будет собрать и я еще соберу траву ну вот в частности мне надо зверобой собрать и душицу душица пока не встречал зверобой вот уже мне попался да еще там я знаю в одном месте пижма еще пижму соберу ну вот он зверобой вот эти вот кустики буду собирать потом засушу буду заваривать чай пить так вот так одной рукой неудобно сейчас куда нибудь камеру повесить бы вот так вот мои чтобы соми последний вот вот то у Продолжение следует... 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 так пойду вернусь я пособираю пока зверобой тут его более менее много цветы зверобоя пеньки пили можно сюда поставить камеру темновато только наверно будет вот так Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот зверобой. Сейчас еще на той полянке пособираю. Вот где-то здесь растет боярышник. Если я не ошибаюсь, ну понятно, что сейчас его еще нет. Не могу ошибаться, но вот это вот... Вот это вот очень даже похоже. Вот это вот. Осенью мы здесь собираем боярышник. Вот это вот очень даже похоже. По-моему, это вот он и есть. Но хотя я боюсь ошибиться, потому что без плодов я по листьям уже не помню, как он выглядит. Сейчас плодов нет. Время от времени еще попадается земляника. Ну, она уже отошла. Она была раньше. Вот. 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 забирать пижму. Вот бузина. Красная. Ирги уже половина ведерка есть. Погода хорошая, жаркая. Так. Пойду за пижмой. Так. А вот это вот что? Это рябина. Рябины здесь тоже, кстати, много. Тоже ее собираем. Вот она. Все зеленое. Так. Пойду за пижмой. А вот пижма. Только ее тут мало. Молоденькая пижма. Так. Да. Это рябина. Это рябина. Тоже какой-то куст. Большинство... Не знаю названий. Мелкая ирга. Ящерка. Бегают ящерки. Так. Ладно. Сейчас вот через вот этот сосновый лес. Туда вот. Там еще один лук. Там дорога и там пижма. Там ее много. Так ее тут совсем ничего. Она то ли еще не пошла, то ли уже отошла. Малина. Ну это наверное из-за того, что тут сады рядом. Птичка-то. Видела? Выпорхнула. Нет. Она наверное еще не пошла, потому что вот завязи есть. Но она еще не выросла. Может еще где-то куст. Пойдем дальше. Да. Ох, стало жарко. Так вот. Иду. Должна быть дорога. Бузина. Так вот. Сверобой. Где-то тут должна быть дорога. если я не промахнулся. По компасу. На север. Все правильно. На север. Так. А вот это вот. А вот это вот. Черемуха черная. Но плодов еще нет. еще рано да вот она вот чёрненькая ягодка наверно плохо видно вот черная черемуха но она будет попозже еще рано внутри крупная косточка так не промахнуться бы где-то вот тут уже дорога там дальше стадион не знаю видео будет слышно или нет музыка играет перед стадионом дорога так что знакомый лук знакомая полянка тоже мы тут собирали прошлом году вот он ирга куст помню его довольно крупный этик довольно крупный крупная года вот еще оказалось близко дорога но я иду иду что-то и и и вот и и и и и и Музыка играет не на стадионе, там кто-то пикник устраивает. А, нет, да, вон уже там видно здание. Блин, я промахнулся с дорогой. Я вышел прямо к самому стадиону. Дорога правее. Немножко я сбился. И так, ладно, сейчас дойду до дороги. Дошел я до дороги, Танайрга, здесь тоже ее много. А на другой стороне пижма. Пижма. Вот она. Вот она пижма. Вот тут я ее и собирал. О-о-о, а это, смотрите, знаете, что это за гриб? Это, между прочим, гриб съедобный. Это гриб, который называется гриб-зонтик. Может показаться, что он не съедобный, но он съедобный. Я его ел. Так что я его сейчас возьму. Гриб-зонтик. Сейчас я его сфотографирую. Это гриб съедобный. Так, ну что, вот она пижма. Я ее тут соберу. И потом в обратную дорогу. Ну, здесь тоже есть юрга. Тоже можно собирать. Вот она. Так, ладно. Собираю пижму. Потом обратно пойду. Я могу, конечно, ошибаться. Сейчас собирать не буду. Но вот это вот очень мне напоминает, знаете что? Черноголовку. Тоже есть такое растение. И у меня знакомые собирают ее. Тоже засушат и заваривают потом. Ну вот, я могу ошибиться. Но очень похоже. Вот эти вот синенькие. Ну, я сейчас не буду ничего утверждать. Это надо прийти домой. Я сфотографировал. И посмотреть в интернете. Как это называется. Если это то, что я думаю. Что это действительно черноголовка. В следующий раз я ее здесь немножко пособираю. Я просто сейчас боюсь ошибиться. Здесь вот такая полянка. Вот она. Может оно, может не оно. Вот у меня уже полный пакет зверобоя. Немного пижмы. Пижмы я много собирать не стал. Зверобоя еще пособираю. Полный пакет. Полный пакет. Верги, я сегодня уже объелся. Изредка еще земляника попадается. Но ее уже мало. Вот куст. Большущий. Так, ладно, иду обратно. Там кто-то на дерево залез. Вон, 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 вон. По сосне. Какой-то зверь. Причем довольно крупный. На белку не похож. Вон он. Это белка. Я надеюсь, вам видно. На фотоаппарат сфотографировал. Это белка, ребят. Вам ее не видно, потому что высоко. Я на фотоаппарат сейчас приближение сделал. Сфотографировал ее. Она на самую верхотуру запрыгнул. Я даже слышу ее. Ну, вы это знаете, что такое? Это черника. Но для черники еще рано. Вот она. Белка скрылась у меня на самом верху и затаилась. Больше я ее фотоаппаратом не нашел. на самой верхотуре была. Черника. Тут ее немного, потому что для черники еще рано. Да и черничник-то небольшой. Вот они, ягодки. Одна, две. Молодой ежик. Шел, слышу, кто-то шуршит в траве. Тихонько подошел, а вот он сидит. Маленький. Я присел, так, чтобы он меня не замечал. Он свернулся в клубочек. Вот сижу. У него зрение, видимо, слабое. Он в основном на свое чутье ориентируется. Видите, носиком нюхает. Ну, ежай, лучше не трогать, потому что переносят бешенство. Да и травмировать психику маленького зверька тоже неправильно. Ну, пускай в лес идет. Небольшой я сижу, не шевелюсь, он меня не видит. Ну, наверное, чует. Ну, вот, пошел в лес. Так, ну, что же, мы провели около трех часов в Дербышкинском лесу 20 июля этого года. Ну, и сейчас будем возвращаться домой. Полное ведерко ирги. Плюс я набрал пакет зверобоя, немного пижмы, ну, еще по мелочи малины, земляники, ну, так, совсем чуть-чуть. Вот. И где-то через недельку снова сюда. Потому что ирга, она только пошла, она будет еще, наверное, несколько недель. Красную черемуху, к сожалению, я не нашел. Черную черемуху я нашел, но еще рано. Ягоды зеленые. малина тоже встречается, но тоже, видимо, еще рановато. Потому что ягоды мало красных, в основном зеленые. Так что еще недельку подождать и где-то сегодня 20-е, ну, вот в конце июля, может быть, в начале августа снова сюда. фотоотчет выложу на своем сайте по традиции photosofnature.ru там же фотографии. и где-то недельки через две будет новый отчет, новые фото, новое видео из Дербышкинского леса. Все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Увидимся через две недели здесь же в Дербышкинском лесу.